Война и слава О наслаждениях жизни бранной О кровавых сечах и боях О грозных шашках и штыках И смерти всюду им попранной Молодые воины Кавказа Война и честь знакомы вам Склоните слух к моим словам К словам кавказского рассказа Кавказ Ворота мира Перекресток народов Чуть не все человечество Проходило тут От мифических племен И языков, чье происхождение Теряется во тьме предыстории От библейского ковчега Который остановил После потопа Ной на горе Арарат И до новейших народов Этруски, Хазары, Касоги Яссаланы, Авары, Готты Скифы, Сарматы Медийцы, Ассирийцы Татары-Монголы Римляне, Арабы Персы, Турки И проходившие Прорубавшие себе путь огнем и мечом Пожарами и кровью Сами оставляли свой след Наслаиваясь И создавая новую прожилку В море человеческого мрамора Исторический Кавказский регион Был одним из самых нестабильных Неустойчивых регионам мира Это по сути дела стык Европы и Азии Это великий шелковый путь Проходивший там И стремление контролировать Этот путь Это миграция народов И кто-то задерживался Кто-то уходил Вот И поэтому Вот эти многочисленные народы Сегодня Они не знают даже истоков Своего происхождения Кто-то говорит, что там От Римской империи остались Кто-то, значит, там От Османской От даже Александра Македонского И так далее Вот Связанное с этой многонациональностью Региона И многоконфессиональность Конфессий немного, но вот Отсенков Того же ислама Там предостаточно А этот регион Всегда был объектом Особого внимания Крупных держав и империй И Персидской империи И Османская Ну, с усилением Британии Когда она превратилась В такую владычцу морей В гигантскую империю Она тоже здесь нашла Свои интересы И связанные не только с шелковым путем Но и с интересами В Иране С интересами Пакистан С выходами на Индию И, конечно, Британские интересы Заключались Ну, как бы В соперничестве С Россией И за сам Кавказ И за Центральную Азию Азию 300 лет назад Люди не воевали за ресурсы Сельского хозяйства Там быть не может Нормально Вот туда шли И шли И шли Потому что Это некое Мистическое место Это место силы Вот И В Коране Единственная Территория Которая упоминается Вот Как бы Такой Комплекс Геофизический Который упоминается Это Кавказ То есть Народы там упоминаются Разные В том числе Византийцы Допустим Но вот Как бы Такой Регион Мира Упоминается Именно Кавказ Вот Это тоже Не случайно А там вдали Грядой нестройной На вечно гордой И спокойной Тянулись горы И Казбек Сверкал Главой Остроконечный И с грустью Тайной И сердечной Я думал Жалкий человек Чего он хочет Небо ясно Под небом Места много Всем Но Беспрестанно И напрасно Один Враждует он Зачем ПЕСНЯ 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 Казачество Здесь Противостояло Воинственным Черкесам Шапсугам Абадзехам Убыхам И множество Более мелких Племен Населявших Западный Кавказ ПЕСНЯ Они совершали Дерзкие набеги Как на юго-запад В пределы Грузинских земель Так и на север На казачьи поселения И на восток И узкая равнинная полоса Вдоль Каспири Издавна служила Торговым путем Для России С Персией А через нее Со среднеазиатскими Ханствами С Афганистаном И далее С Индией Наиболее значительными Из горских владений Были Чечня Ичкерия Ханство Казякумухское И Кюринское А также владения Тарковское Мехтулинское Даргинское И Аварское Среди которых Вкраплениями Располагались Мелкие Самостоятельные общины Здесь каждый мужчина Был воином Каждый аул Крепостью А каждая крепость Столицей Воинственного Государства Это Крепостью Воинственные ощупник П fim За конечно же Наиболее А organization Ага Спироп Крыста И С Cub Музыка В самом начале 1816 года был я в Орле, у престарелых родителей моих, среди малого моего семейства. Вел жизнь самую спокойную, но получил приказание прибыть в Петербург. Из частных известий знал уже, что я назначаюсь начальником в Грузии. Всегда желал я чрезвычайность его назначения и тогда даже как по чину не мог иметь права на то. По приезде в Петербург государь, постоянно мне благотворящий, объяснил мне, что он не решился бы определить меня в Грузию, если бы не были свидетельствующие, что я того желаю. ПЕСНЯ Осенью 1816 года в простой рогожной кибитке без многочисленной охраны в Тифлис прибыл 39-летний боевой генерал, герой войны 1812 года, кумир солдата и молодых офицеров, любимец императора Александра I Алексей Петрович Ермолов, слава которым давно достигла седых гор Кавказа. Своим указом государь назначил генерал-лейтенанта Ермолова командиром отдельного грузинского корпуса и управляющим гражданской части в Грузии, Астраханской и Кавказской губерниях. Отныне в руках Алексея Петровича Ермолова была сосредоточена вся военная и гражданская власть этого неспокойного обширного края. Великий князь Константин Павлович в шутку наименовал Ермолова проконсулом Кавказа. Это неофициальное звание понравилось генералу и он его принял. Перед Ермоловым царь Александр I поставил на легкую задачу – установить реальную власть России на Кавказе, обеспечить безопасность сообщения с Закавказьем. Ведь Грузия, освободившись от гнета персов и турок благодаря России, добровольно вошла в ее состав и стала далекой, своеобразной русской окраиной. Путь к ней был только один – через перешейк между двумя морями, занятой Кавказским хребтом, населенные непокорными племенами, большинство из которых издавна не признавали никакой власти. Они преграждали путь русскому транспорту с провиантом и почтой на военно-грузинской дороге. Да и на всей Кавказской пограничной линии, от Черного моря до Каспийского, спокойствия не было. Огромная территория, большие расстояния между казачьими станицами и военными укреплениями, нехватка русских войск – все это позволяло горцам совершать опустошительные набеги вглубь российской территории вплоть до Волги и Дона, угонять табуны из стада, убивать оборонявшихся, брать в плен беззащитных и под покровом ночи ускользать от погони. На беги горцев на наши границы приняли столь дерзкий характер, что казаки не чувствовали себя в безопасности даже посреди своих станиц. На военное поприще Алексей Петрович вступил еще в царствование Екатерины Великой, выбрав артиллерию – любимый род войск, в котором когда-то служил его отец. В 1794 году 17-летний капитан Ермолов отличился при подавлении восстания в Польше, был замечен самим Суворовым и по его личному распоряжению получил свою первую боевую награду – Орден Святого Георгия Четвертой степени за штурм предместия Варшавы. В 1796 году его направляют в корпус Валериана Зубова, и он участвует в персидском походе по стопам Петра Великого против ранского шаха Ага Мохаммедхана, разорившего Тифлис. За штурм крепости Дербент, при котором Ермолов успешно командовал артиллерийской батареей, он получил Владимирский крест и чин подполковника. В царствовании Александра I полностью раскрылся полководческий талант Алексея Петровича. За Устерлицкое сражение он был произведен в полковнике, за Голымин получил золотую саблю, за Гейльсберг – алмазные знаки Ордена Святой Анны Третьей степени, а за сражение при Гудштадте он был награжден Орденом Святого Георгия Нашею. Во время Отечественной войны 1812 года Алексей Петрович Ермолов назначается начальником главного штаба. Но Кутузов в сложных ситуациях всегда полагался на него и посылал Ермолова в бой, чтобы спасти положение. Во время Бородинского сражения, когда французы овладели наиважнейшей курганной высотой, где находилась батарея Раевского, и захватили наши пушки, Кутузов именно его послал отбить высоту. Алексей Петрович с обнаженной саблей в руках повел солдат в атаку, и в рукопашной схватке французы были опрокинуты, и все наши орудия возвращены. Наблюдая за бегством французских солдат и в виде раненого в шее Ермолова, Кутузов произнес, «Этому Орлу я полета еще не даю». И после паузы добавил, «Он рожден командовать армией». Бой за Мал-Ярославец стал поворотным сражением в кампании 1812 года, и здесь опять отличился Ермолов. Именно его артиллерия, видя прицельный огонь, доставила французскую армию отступить от города и отходить по старой разбитой смоленской дороге. За сражение под заболотьем близ Смоленска Алексей Петрович Ермолов был произведен в генерал-лейтенанте. В Богемии под Кульмом он уже командовал всей русской гвардией. В самом начале сражения ядром оторвало руку командующему, графу Остерману, и дальнейшее руководство боем Ермолов взял на себя. Когда после успешного окончания битвы князь Голицын привез раненому графу знаки святого Георгия второй степени, мужественный генерал сказал, «Передайте государю, что этот орден должен принадлежать не мне, а Ермолову». Войну с Наполеоном Алексей Петрович блистательно закончил в 1815 году команду русской и прусской гвардией при взятии Парижа. Здесь, в поверженной столице Франции, Ермолов был награжден орденом Георгия Победоносца второй степени со звездой, который со своей груди снял и надел на него цесаревич Константин Павлович. По камням струится терек, плещет мутный вал, злой чечен ползет на берег, точит свой кинжал. Но отец твой старый воин, закален в бою, спи, малютка, будь спокоен, баюшке бою. Сам узнаешь, будет время, бранное житье, смело в денешь ногу в стреме и возьмешь ружье, я сидельце боевое шелком разошью. Спи, дитя мое родное, баюшке бою. В сентябре прибыл я на границу Кавказской губернии. Приняв команду над грузинским корпусом, при первом взгляде на пространство земель, не мог я не чувствовать, сколь недостаточное число войск, корпус составляющих. Охранение обширных границ требовало он их в большом количестве, в особенности Кавказской линии, подвержено было беспрестанным набегам. 20 лет назад проезжал я Кавказскую линию, будучи капитаном артиллерии, в молодых весьма летах и служа под начальством генерала-шефа графа Зубова, который с корпусом войск действовал против персиан в 1796 году. Поражен я был, не найдя почти никакой перемены к лучшему в этом крае. Реки крови русской, казалось, были пролиты здесь совершенно даром. Терские станицы и лежащие за ними русские поселения по-прежнему были ареной кровавых набегов и держались в постоянной осаде. Даже выйти за ворота у укрепления уже значило рисковать свободой и жизнью. Население и войска держались в постоянном напряжении. И о мирном развитии края не могло быть и речи. Кавказ – это огромная крепость, защищаемая многочисленным полумиллионным гарнизоном. Штурм будет стоить дорого, так поведем же осаду. И дикие тех ущелья племена, им бог свобода, их закон война. Они растут среди разбоев тайных, жестоких дел и дел необычайных. Там в колыбели песни матерей пугают русским именем детей. Там поразить врага – не преступление. Верна там дружба, но вернее мщение. Там за добро – добро и кровь – за кровь. И ненависть безмерна, как любовь. Знаток классических военных стратегий, только что вернувшийся с европейских полей сражений, Алексей Петрович Ермулов понял, что на Кавказе надо воевать по-другому. Здесь нельзя было навязать горцам генерального сражения. Здесь не было места для широкого маневра войск. Да и вражеской столицы, которую можно взять штурмом и после этого подписать мирный договор, тоже не было. Здесь любой аул мог стать столицей. Здесь враг мог появиться в любом месте. И также неожиданно уйти под покровом леса, чтобы появиться внезапно там, где его не ждут. Генерал Ермулов первым осознал, что покорение Северного Кавказа как взятие неприступной крепости требует титанического труда, неспешной, планомерной, терпеливой осады, а не штурма. Здесь надо последовательно брать каждый редут. И только надежно утвердившись в нем, приниматься за следующий. Штурм тоже может привести к желанной цели. Но какой ценой? Русский солдат для Ермулова всегда был живой иконой. Во всех действиях генерала главной заботой было максимальное сбережение русских солдат от лишних потерь. Прибыв на Кавказ, Алексей Петрович занимается реорганизацией армии, усилением его боеготовности, укреплением воинской дисциплины. Ермулова не интересовала длина солдатского локона или покрой солдатских панталон. Он презирал по спарадному штру и по казуху. Алексей Петрович поощрял только те занятия, которые действительно повышали боевую способность и укрепляли моральный дух войск. По особому ходатайству Ермулова Александр I отменил ранее действующее положение отправлять на Кавказ солдат и офицеров, обвиненных в уголовных преступлениях или политической неблагонадежности. Кроме того, по настоянию Ермулова император отправляет на Кавказ шесть пехотных полков и тем самым Кавказская армия доводится до полного боевого состава. К концу 1820 года Алексей Петрович завершает переформирование отдельного грузинского корпуса. Отныне он стал называться Кавказский корпус. До прибытия Ермулова на Кавказ наше общение с горскими племенами в большинстве своем носило характер мирных переговоров и договоров, в соответствии с которыми Россия всегда являлась данницей. Вот что писал по этому поводу военный историк, генерал русской армии Василий Алексеевич Плотта. Не только дагестанским и иным ханам, но даже чеченским старшинам, простым и грубым разбойникам Россия платила жалования, поддерживая тем вне халчность и возбуждая в других зависть и стремление набегами вынудить Россию платить дань им. Какое-то ничтожное анцуховское общество, обитавшее в трещобах Дагестана, считало себя обиженным, не получая от России денег. Анцуховцы писали Ермолову, что обещают жить в мире с русскими только в том случае, если будут получать дань, какую платили им грузинские цари. С появлением Алексея Петровича Ермолова на Кавказе все это прекратилось. Уцмей Каракайдацкий, властитель провинции соседственной Дербенту, Дани в казну не платит, никаких обязанностей не имеет, за безопасность проезжающих через его владения не ответствует. Русские иначе, как с благонадежным конвоем, проезжать не могут. Всему владетелю, ровно как и хану Казякумухскому предместники мои, предлагали чин генерал-майора с двумя тысячами рублей серебром жалования. Но они это отвергли с негодованием, сравнивая себя с шахмалом Тарковским, который имеет чин генерал-лейтенанта и получает от нас шесть тысяч рублей ежегодно. Не могли подобные предложения наград людям, явно нам, недоброжелательствующим, не поселить в них мысли, что их ласкают из боязни. И оттого возрастала дерзость их. Чинные награды, пансионы даются редко, ибо даются достойно. Повиновение требую безусловно. Прибыв на Кавказ, Алексей Петрович Ермолов сразу же заявил о себе как о смелом, бескомпромиссном и неподкупном правителе. Достаточно вспомнить широко известные в ту пору события, касающиеся двух русских офицеров Кавказского корпуса. Полковника Пузыревского, вероломно убитого в Эмеретии, и майора Швецова, взятого в плен чеченцами. Узнав об убийстве Пузыревского, Ермолов заявил, не при мне умирать достойному офицеру без отмщения. Убийца был пойман и казнен на том самом месте, где он совершил преступление. Узнав, что в плену у чеченцев уже около года томится в сыром Зиндане один из лучших боевых офицеров майор Швецов, и что хищники просят за него выкуп в размере 250 тысяч рублей, огромную сумму по тем временам, Ермолов приказал арестовать 18 кумыкских князей, через земли которых чеченцы провезли плененного майора в аул Большие Атаги, и посадить их в Кизлярскую крепость. Генерал заявил им, что поскольку они нарушили клятву не пропускать через свои земли разбойников, то он повесит их всех на крепостном бастионе, если они сами не соберут нужную сумму и не выкупят русского офицера. Чеченцы, узнав об этом, понизили сумму выкупа до 10 тысяч рублей. В итоге эти деньги заплатил им аварский хан, и Швецов, благодаря Ермолову, обрел свободу. Когда читаешь записки генерала Ермолова о событиях на Кавказе, написанном в первой половине 19 века, создается полное ощущение того, что автор этих строк наш современник. И пишет он о нашем времени, о том, что происходило в Чечне в 90-х годах 20 века. Оказывается, что за все это время в природном сознании многих горцев ничего не изменилось. Все та же неизбирательная ненависть к русским, склонность к насилию и разбоям, непреодолимое стремление жить по своим волчьим законам, полное нежелание честно взглянуть на себя настоящим. Со стороны Кавказской линии наиболее беспокойств и разбоев производили чеченцы. Чечню можно справедливо назвать гнездом всех разбойников, ибо сюда принимались дружественно злодеи всех прочих народов, оставляющие землю свою по каким-либо преступлениям. Здесь находили они сообщников, тотчас готовых или мстить за них, или участвовать в разбоях. В хищничестве и разбоях заключают они молодечество и самую даже славу. Добыча поощряет их пленные в руках их лучшие товары, легчайшие средства к обогащению. Вот истинная причина их набегов. Только сила. Единственный способ к их обужданию. Чеченцы, они и к моменту прихода русских имели длительный опыт обороны. Скажем, туда ходил крымский гирей. Да? При Екатерине. Он там сломал себе голову, потерял огромные силы, и после этого Крым попал в руки Санкт-Петербурга уже как бы тепленьким. До этого туда ходили нагайцы. После этого нагайцы были разгромлены, потому что они там тоже потеряли большие силы. Там жесточайшая страшная резня была во время Монгол. То есть Чечня, она как бы была камнем преткновения для очень многих. Не только России. Чеченцы, они, если я не изменяю память, это около 15-го или 14-го века, они уничтожили свой феодальный класс. И к ним бежали, именно к чеченцам, бежали от кабардинских князей. Их крепостные, которые находили там свободу, они давали возможность там селиться. И из Дагестана, от дагестанских князей, от амарских князей тоже бежали. И как бы Чечня была своеобразной такой сечью, куда бежали люди, которые не хотели быть рабами. В принципе, чеченцы, это, знаете, на тот момент была как такая вот солянка. У нас есть рода от русских, у нас есть рода от поляков, у нас вот сейчас пошли рода от немцев, у нас есть рода от кабардинцев, от грузин, вот, от всех. И более такой многочисленный народ на Кавказе, едимый такой вот народ, у которого была свободная демократия. Понимаете? То есть у нас не было верхушки, вот, которую можно подкупить, и все, и народ за ними пошел. У нас этого не было. В военном отношении, значит, это была действительно сила. Вот. И поэтому для Ермолова это были злейшие враги. Равнодушие многих из начальников на линии допустило их поселиться на телеке. Беспрестанно изобличаются они в воровствах, нападении и увлечении в плен людей наших. Нет спокойствия и безопасности. Эй, братьцы, коня-то угоняю! Эй! Эй! Поконю! Криви! Стоять! Со мной! Внимание всем! На пять защитных села, на пять защитных села. На рубеж первой улицы, на рубеж первой улицы. Все пошли в село. Вот так здесь Ивану вас встречает, это село, да? Вы кто? Я... фамилию? Да, да, да. Значит, это сакли бедного голоса, да? Бедного голоса. Ну, сами будет делать. Ну, пять, пять КОЭС, где-то они на... Боевики. Боевики. Сейчас не знаю, если говорят, что... Пакетик проебкает. Пакетик проебкает. Пакетик проебкает. А? Там тротил, да? Да. Хорошо, суки упакованы. Угу. А? Тротил, где срезал-то? Размачивай, пакетик проебкает. Размачивай. Размачивай на улицу. Ты радиостанкой на улице? Штанишки, штанишки. Штанишки, форма. Тоже в машине было мазать? Размачивай. Старшины почти всех главнейших деревень чеченских были созваны ко мне. Я объяснил им, что не пришел наказывать их за злодеяние прошедшего времени, но требую, чтобы впредь он их делаемо не было, и в удостоверение этого должны они возобновить давнюю присягу на покорность и возвратить содержащихся у них пленных. Старшины просили время на размышления и совещания с обществом. Ничего не обещали, отзываясь, что ни к чему приступить не могут без согласия других. Приезжая нередко в наш лагерь, уверяли в стараниях своих наклонить народ к жизни спокойной, но между тем из рассуждений их можно было заметить, что они вовсе не намерены вернуть пленных. В совещаниях их, известные из разбойников, не надеявшиеся на прощение за свои преступления, возмущали прочих и уверяли, что чеченцам нужно иметь твердость. И русские, пробывшие здесь некоторое время, как всегда, возвратятся на линию. Мы же 10 июня служили торжественным молебеном, а затем при громе пушек приступили к построению крепости о шести бастионах, которая по положению своему, стесняясь жителей во владение лучшими землями, названа Грозным. В производстве работ сколько могли чеченцы делали препятствия. Нередко случалось, что солдаты, оставляя шансовый инструмент, тут же брали ружье и отражали нападение. При строительстве крепости Грозной, когда чеченцы из-за леса обстреливали наших солдат, не давая им работать, и уже были ранены, офицеры предложили Ермолову сделать вылазку небольшим отрядам и проучить чеченцев. Генерал, зная, что при этом обязательно будут потери с нашей стороны, запретил делать это. Он решил наказать чеченцев по-другому. Но, предварительно расставив артиллерию, он приказал пятидесятиотборным казакам выехать с пушкой из лагеря, приблизиться к лесу и подманить к себе чеченцев. А когда те с гиком выскочат, бросить пушку и быстро скакать обратно, что в точности и было исполнено. Когда к брошенному орудию подъехали радостно чеченцы и обступили его, Ермолов дал команду огонь. Шесть батарейных орудий ударили картечью, другие шесть гранатами. Двести убитых и столько же раненых остались лежать на месте. Этот урок, преподанный Алексеем Петровичем, надолго отбил у чеченцев желание нападать на Грозу. Наверное, этот опыт Ермолова бесценен. И мы не потому, что именно брали, читали Ермолова, читали его записи, а интуитивно просто шли по его следам. То есть, идя по его следу, идя по его тем, так сказать, моментам, которые он непосредственно в этой Кавказской войне использовал, используя это в определенных степенях, мы добивались успеха. Чтобы уничтожить крепость, заложенную Ермоловом, чеченцы послали своих людей в Дагестан, к Каварскому хану, с просьбой о помощи. В Чечню прибыла большая шайка Лезгин под руководством Нур Магомеда. Вместе с чеченцами они решили напасть на транспорт, идущий в Грозну с Кавказской линией под прикрытием роты солдат и одной пушки. Но Ермолов предвидел это и направил навстречу транспорту усиленный отряд под командованием своего старого боевого товарища, начальника штаба, полковника Велияминова. Тот, зная Ермоловское правило беречь каждого русского солдата, не позволил им идти в рукопашную, не дал им возможности стрелять из ружей, а выкатил вперед артиллерию. Как ни храбры были чеченцы и лезгины, а картечь, гранаты и ядра сделали свое дело. Горцы в панике бежали, оставив на поле сражения сотни тел. После этого боя лезгины и чеченцы рассорились, едва не перерезав друг друга, и Нур Магомед ни с чем удалился в Дагестан. А по Чечне пополз слух, что на Кавказе появился русский генерал, Грозный Ермул, сын Шайтана. Первую крепость, которую Алексей Петрович разведет в Чечне, он назовет Грозной. И в этом названии весь характер Ермул. Крепость Грозная, крещенная огнем и кровью, станет надежной опорой для всего левого фланга Кавказской линии. Отсюда наши войска будут уходить в боевые походы вглубь Чечни, сюда же возвращаться обратно. План покорения Чечни, разработанный Ермоловым и утвержденный государем-императором Александром I, заключался в создании военно-экономической блокады. Ермолов решил перенести кордонную линию с Терека на Сунжу. И далее, не спеша, но верно, продвигаться к подножию гор, изгоняя разбойников и их сообщников с равнинных земель, лишая их пашин и пазбищ. Пройденную территорию должны были заселить казачьи станицы, укрепить крепости и редуты. Ведь, имея такие вот неоглядные земли, нет, почему-то надо было именно прийти туда, на Терек, именно вбиться вот в эти вот ущелья и там заложить свои какие-то крепости. Для чего это было, я не могу понять, понимаете. Я не вижу в этом никакой пользы для государства российского, ну уж тем более для нас, северокавказцев. Для нас это была колониальная война, и сопротивление колониальному захвату, это было вполне естественное сопротивление. Командующему в крепости Грозный полковнику Грекову приказано в зимнее время прорубить лес, покрывающий ущелье Ханкале, через который проходит лучшая и кратчайшая дорога ко всем большим чеченским деревням. Всем владельцам, лежащих по правому берегу Терека деревень, дано наставление не терпеть у себя вредных людей, не пропускать через земли своих хищников и выставить в известных местах караулы. Еще не было примера, чтобы кто заставить мог чеченцев употреблять оружие против своих единоземцев. Но уже сделан первый к тому шаг, и им внушено, что того всегда от них требовать будут. Прекраснейшие земли, коими они пользуются, и боязнь с потерей их подвергнуться бедности, которую претерпевают непокорствующие, строго преследуемые, вынуждают со стороны их сие повиновение. И впредь, по всему пространству земель, которыми чеченцы пользуются, они должны иметь по Тереку караулы и отвечать за все пропажи на тех землях, происходящие. Если кто из казаков или поселян и вообще из подданных великого государя российского будет взят в плен и проведен через деревню, и жителями он и не взят обратно от хищников, то из деревни таковой за каждого русского будет взято по два человека в солдаты, а деревня обязана отыскать и возвратить пленных. Если не отыщет, то будет предана огню. Внушите малейшее неповиновение, набег или грабеж на линии, и аулы будут разрушены. Семейства распроданы в горы, а манаты повешены. Лучше от Терека до Сунжи оставлю пустые степи, нежели в тылу укреплений наших потерплю разбои. Хочу, чтобы имя мое стерегло страхом наши границы крепче цепей и укреплений, чтобы слово мое было для азиатов законом, вернее, неизбежной смерти. Снисхождение в глазах азиатов – знак слабости. Я прямо из человеколюбия бываю строг, неумолимо. Одна казнь сохранит сотни русских от гибели и тысячи мусульман от измены. Кавказ, к сожалению, был известен как гнездо хищничества и разбоев. Такие термины употреблялись в официальной российской переписке 18-19 веков. И с вот этим вот хищничеством и разбоем государство российское смириться не могло. Не мог смириться с этим и Алексей Петрович Ермолов. Можно критиковать Алексея Петровича за чрезмерно жесткий подход, но зададимся вопросом, а были ли у генерала альтернативы? Мог ли он в той ситуации действовать иначе? Ответ будет, скорее всего, отрицательный. По крайней мере, никому никогда, ни до, ни после Ермолова уговорить кавказских обреков смириться и прекратить свои набеги только с помощью уговоров не удавалось. И не удается до сих пор. Потому что горцы, видя, что к ним относятся не только с чрезмерным почтением, но даже пытаются как-то задобрить, начинают осознавать слабость своего оппонента. И эту слабость они воспринимают как некую данность, которая позволяет им переходить в наступление. Вот в этом отношении, мне думается, и Ермолов был, и другие люди российского государства, которых императоры направляли на службу на Северный Кавказ, были правы в том плане, что они эту силу использовали очень разумно в тех самых пределах, которые необходимы были для уравновешивания отношений государства с местным горским населением. Ермолов, как он говорил, а для народов кавказских понятие христианских добродетелей как прощение поверженного, как помилование просящего, распринимается ими как слабость, такие-то христианские добродетели неприемлемы. Потому что они их просто не поймут. Почему вот я сбил тебя снова и не добиваю тебя? А значит, ты всю силу вложил только в этот удар, значит, ты слабый. А вот если я тебя добил на земле уже, вот ты смотри, как поступил, как сильный человек. Потому что они жили под таким законом. Поэтому Ермолов пытался донести до них, что если я вас один раз ударил, то я вам пришел предупреждение было. Еще раз полейте, еще раз ударю, а в третий раз буду бить уже до конца. Боевые батальоны тесно в ряд идут, впереди несут знамены, в парабаны бьют, батареи медным строем скачут и гремят, и дымясь, как перед боем, фитили горят. Испытанный трудами буря боевой их ведет, грозя очами, генерал Седой. Боевики, они себя проявят в любом случае. Вначале бросают жернату, а потом спрашивают, стой, кто там. Или кто там есть, или никого там. Соблюдая меры безопасности. Если тут мы работали по-человечески, то в этих условиях работаем сам боевым. Стоит только прозвучать одному выстрелу, где-то газ может спрятаться, все замерли. Разбираемся, битвайник, он может там в панической суете вести огонь по разным направлениям. Все замаскировались, вычисляем, где он находится, подгоняем туда или зенитную установку, или пушку, или СПГ выкатываем, лупим туда, слушаем дальше. Поет, не поет. Не поет, чуть-чуть продвинулись. Запел, вызвали артиллерию, закрыли артиллерию. Ермолов всегда для кавказских народов был символом геноцида, символом физического уничтожения, в том числе женщин, детей, стариков. Потому что у него курс был такой, выжженный землей, знаете, монгольский. Ни в Барятинске, ни в Воронцов, которые там были, ни один из них не запятнал себя такими преступлениями, я бы сказал, попакивающими геноцидом. Ни один из них не оставил после себя такой мрачной славы, такой ненависти к себе, а через себя ко всему русскому. Тактика его отличалась вот в карательных экспедициях. Вот, допустим, Дадо Юрт. Дадо Юрт был основан моими однотеповцами, центроевцами. Полностью окружить, не выпускать никого, ни женщин, ни детей, ни стариков, ни больных. Всех уничтожить. Аул Дадо Юрт, расположенный на Кумыкской равнине, был богатым, хорошо укрепленным натеречным селением, жители которого занимались разбоем и работорговлей. Недалеко от аула Дадо Юрт, в ауле Эндери, находился рынок рабов, известный на весь Северный Кавказ. Туда и поставляли живой товар Дадо Юртовцы. Ермолов приказал захватить аул Эндери, повесить на рынке всех бандитов, уличенных в торговле людьми, а затем очистить всю Кумыкскую равнину от разбойников. Кроме этого, на примере аула Дадо Юрт Ермолов решил раз и навсегда отучить чеченцев вовлекать в вооруженную борьбу женщин и детей, что приводило к еще большему ожесточению и лишним жертвам. Я, допустим, помню январь 96-го года, когда отбивали атаку чеченских бандитов со стороны села Советское, это было в час ночи, чеченцы пустили своих соплеменников на пулеметы, на автоматы, пустили обычным граждан и шли за ними, прикрываясь ихними телами. Если вы вспомните ситуацию с Буденовском, там, где эти гордые парни прикрывались беременными женщинами, конечно, это не делает чести любому человеку, мужчине, тем более прокрываться женщиной и вести за нее огонь. ДД-юртовцам было предложено покинуть аул и удалиться за Сунжу. Ермолов дал возможность чеченцам спасти хотя бы женщин и детей, но те отказались, будучи уверенными в том, что укрепления ДД-юрта русские не одолеют. Начался отчаянный кровопролитный бой, какого, как пишут военный историк Василий Алексеевич Потта и сам генерал Ермолов русские войска еще не испытывали на Кавказе. Кавказе. Каждый двор, окруженный высоким каменным забором и представлявший собой рот небольшой крепости, приходилось сперва обстрелять артиллерией и потом уже брать приступом. Там, в темных и душных саклях, шла невидимая кровавая резня штыками и кинжалами. Некоторые чеченцы, видя, что им не устоять, на глазах солдат резали жен и детей. Многие женщин сами бросались на солдат с кинжалами или напротив, кидались от них в горевшие дома и живыми гибли в пламени. Большую часть дня продолжалось сражение, самое упорное, и ни в одном доселе случая не имели мы столь значительной потери, ибо кроме офицеров простиралось оно и убитыми и ранеными до двухсот человек. Со стороны неприятеля все бывшие с оружием истреблены и число оных не менее четырехсот человек. Женщины и детей взяты в плен до ста сорока, которых солдаты из сожаления пощадили, как уже оставшихся без всякой защиты и просивших помилования. По большому количеству оставшихся в живых женщин и детей аула Дуби-Юрд можно судить о том, что во время боя погиб только тот, кто оказывал сопротивление, кто держал в руках оружие. По Кавказскому корпусу действовал приказ генерала Ермолова безоруженных не стрелять, не сопротивляющихся не трогать, бросающих оружие щадить непременно. Того, кто проявлял неоправданную жестокость, генерал Ермолов строго наказывал и даже удалял с Кавказа. Именно так он поступил с генералом Пестелем, на которого жаловались горцы Дагестана за грубость и бессмысленную жестокость. Тем, кто любит вспоминать о жестокости Ермолова и о разгромленном ауле Дады-Юрт, надо бы знать, что на развалинах этого аула был найден маленький мальчик, чеченец. Алексей Петрович Ермолов взял ребенка к себе, крестил его, потом передал на воспитание своему близкому родственнику. Когда в ребенке обнаружился большой талант, семья Ермоловых всячески способствовала, чтобы из этого человека получился большой художник. Алексей Петрович Ермолов благословил ребенка и способствовал его поступлению в Санкт-Петербургскую академию живописи. Он вырос чеченцем, остался выдающимся российским и чеченским мастером живописи. В знак благодарности Петр Захаров написал портрет Алексея Петровича Ермолова. Он был такого высокого качества, что Российская Академия живописи пожаловала ему звание академик. Ермолов был практически первый, который понял, что на Кавказе нельзя применять европейские формы ведения боевых действий. Что мы видим? В Европе не существовало таких форм ведения войны, как взятие заложников, как на Кавказе называлось аманаты, сжигание деревень, угон скота и так далее. Да, наверное, какие-то исключения были, нужно признавать. Ведь, посмотреть незадолго до Кавказского периода Ермолова прошла огромная война. Великая война. Вот война с французами вообще была европейская война. Ведь ничего такого, может быть, за редкими исключениями этого не было. И мы видим, что та же самая армия, тот же самый человек, те же самые военачальники приходят на Кавказ и с приходом Ермола начинают действовать по-другому. Почему это происходит? Вот Ермолов, он понял, что Кавказ, племена Кавказа, народности Кавказа, они ведут войну по-другому. У них есть свои нормы, свои обычаи. И частью этих обычаев являлась, так сказать, семейная, что ли так, скажем так, порука. Большая семейственность, приверженность семейным ценностям намного больше, чем это было в Европе. И, соответственно, сами горцы, они вели войну во многом не только против, скажем так, воинов, но когда те же самые адыги или кто-то еще захватывали пленников или побеждали кого-то, они захватывали пленников всю семью, и мужчин, и женщин, и так далее. И вот это было неким фактором, фактором победы или поражения. Те же самые монаты, так называемые заложники, это было действительно, это было сплошь и рядом, это были нормальные методы ведения войны. Поэтому вот Ермолов, он поменял в корне всю тактику и стал ее вести точно так же, как кавказские, так сказать, народности. И это оказало свою роль, и это одна из причин, почему Ермолов с военной точки зрения был успешен. Он прекрасно понимал психологию Северного Кавказа. Он ведь, когда пришел туда, он не носил парадного мундира, мы прекрасно помним Ермолова по портрету Джорджа Доу, да, с красными обшелагами воротник, прекрасный профиль, офицерский мундир, генеральский мундир. Он носил черкеску с кинжалом, отпустил бороду, усы, и имел вид самый-самый устрашающий. То есть, это был тип и вид очень близкий к горцу его пониманию. Проводя эту операцию в районе Ханталы, было сбито у меня два вертолета. Вот командир полка пришел, полковник, плачет, говорит, что мне делать, как мне, так сказать, перед родственниками, мне надо вытаскивать. я говорю, ну вытаскивай. Он говорит, мы не вытащим никогда. Я говорю, простейший вопрос, который действовали, который всегда у нас в запасе находился. это тоже по опыту, так сказать, Ермолу. Ну что, мы пришлось брать заложников, сажать их на бронетаспортер, ехать и предупредить, что вот так и так, если вы не будете, так сказать, не отдадите вот тела наших сбитых, погибших людей, и не отдадите остатки боевой машине, мы поступим адекватно. Адекватно, мягко выражаясь. Хотя в мыслях не было о том, что мы так можем поступить. Так на следующий день все привезли, все привезли, все отдали, все, так сказать, по чести, по совести и так дальше и тому подобное. Остается добавить, что я лицо свое омрачил густыми усами, ибо не пленяя именем, не бесполезно страшить и наружностью. Я многих по необходимости придерживаюсь азиатских обычаев и вижу, что проконсул Кавказа жестокость здешних нравов не может укоротить милосердие. И я ношу кинжал, без которого ни шагу. Вот разговор о старине в палатке ближней слышен мне, как при Ермолове ходили в Чечню, в аварию, к горам, как там дрались, как мы их били, как доставалось и нам. Раз это было под Гехами, мы проходили темный лес. Огнем душа пылал над нами лазурно-яркий свод небес. Нам был обещан бой жестокий. Из горы Чкирии далекой уже в Чечню набрать низов толпы стекали с удальцов. Вот это святое место, пока мы до последней капли крови мы будем здесь стоять и будем бороться. Знаю, вот так. Наше дело право, мы победим. Хватит 300 лет он нас удержал. Ермолов в каменный мешок нас загонял. Но мы выжили и ставили казачьи и челы. И когда чеченцы выходили на равнину, казаки в городе тоже наказывали нас. Ну, сейчас свобода. Известный чеченский наездник, уроженец аула Гильдеген Бейбулат Таймиев вместе с мулой селения Майртуб Магомой в 1825 году поднимет восстание. Призыв объединиться и объявить священную войну газоват всем неверным, не исполняющим норм ислама, не останется без внимания и зажжет сердца простых горцев. Идея священной войны осветит новым религиозным смыслом прежние грабежи и разбои, убийства и похищения людей с целью выкупа. Теперь все это будет делаться с возвышенным чувством ненависти к иноверцам ради торжества ислама. Мы воины и сломы, блядь, и все! Мы воевали и будем воевать до последнего! Бейбулат планировал захватить крепость Грозную, освободить долину Сунжи и выгнать русских в затерри. Мулама-Гома, объявивший себя пророком, передрекал скорую победу над неверными, обещая тем, кто погибнет в бою, рай и вечное блаженство. Власть России в Чечне оказалась под угрозой. Вспомните, когда бандиты приходили в свои же села и убивали по так называемым законам шариата своих же граждан, якобы изменников, которые хотели просто жить. Они не хотели воевать. Убивали и жен, и мужчин, и доходило до убийств детей. Бандиты, я их так сейчас называл, по-всякому называли. И сепарантисты, и противодействующая сторона, я их так называл бандитами. Бандиты они и есть бандиты. Ну, я понимаю, мы бандиты, в каком смысле мы бандиты? Зачем это? Ну, в чем надо говорить, мы бандиты. Мы не бандиты, мы не просто живем. Я был когда-то хулиганом, в почете я хулиган, я за это седел должен начинать соблюдать. Об этом они все знают. я же в то время был бандит. Ну, как, не вооруженным бандитом, конечно, там похулигали. А сейчас, говорят, все бандиты. Ну, как-то, я понять не могу, как могут быть бандиты. В чем бандит, что ли? Или этот бандит, или это бандит. Прикинь бандит. Вскоре получил я известие, что чеченцы, предводимые вже пророком, довольно в больших силах, ночью напали на мир Аджиюрский пост и сожгли он. Потеря наша простирается убитыми и потонувшими в Тереке до 70 человек. Взбешен я был происшествием всем, единственно, отоплошности нашей случившимся. Еще досаднее мне было, что успех сей мог усилить партию мятежников, умножить верующих в лжепророка, который проповедовал повсюду истребление неверных, возбуждая ко всеобщему вооружению. Я помню, нашел двух пленных солдат, ребята из Ульяновской и Псковской дивизии. И была одна женщина-медик. Можно ли назвать воинов Аллаха мужчинами по тому способу, каким они умертвили этих ребят и эту женщину? если о женщине говорить, была изнасилована и автоматной очередью промежность была убита. Ну, естественно, за ребят вот этих пленных я уже не стану говорить, что с ними было сделано. это не для такое, не для массового что ли зрителя, не для массовых ушей. Когда я слышу разговоры о жестокости генерала Ермолова и русских солдат в ходе Кавказской войны 19 века, я всегда вспоминаю разговоры все тех же демагогов о жестокости и зверствах российской армии в Чечне в ходе последней войны. При этом лицемеры всегда утаивают историческую правду и причины побудившие русских к таким действиям. По официальным данным Министерства по делам национальности еще до начала боевых действий в Чечне с 1991 по 1994 годы республику вынужденно покинуло более 300 тысяч человек. Было убито более 21 тысячи русских. У людей было отнято более 100 тысяч квартир и домов. Более 46 тысяч человек русскоязычного населения были превращены в рабов. Генерал Ермолов издает приказ «Русская кровь, которую пролили оборванцы из чеченских бродяг, требует своего отмщения. За одну русскую смерть они должны заплатить десятью». И эту меру следует неукоснительно иметь перед собой, когда наши храбрые войска пойдут мстить за павших. Русский солдат не должен возвращаться, не оставив страха в сердцах непокорных. Орудие! Против разбойников не тщеславие ведет меня. Они не сделают мне военной славы, но сносить невозможно наглости и дерзости их. И пример их питает возмутительный дух в других народах, которые злодействуют их в виде ненаказанными, уверены в недостатке средств наших и не признают властью. 30 января у реки Аргун состоялось кровопролитное сражение, в ходе которого ермоловцы разбили горцев. Чеченцы говорили, что никогда прежде не испытывали они столь жестокой схватки. И Булат бежал в горы, пророк Магома бесследно исчез. Ермолов огнем и мечом прошелся по вражеским аулам, карая предателей и изменников. ПЕСНЯ 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 Подразделения туземных разведчиков очень активно использовали с Ермоловым. Он из первых уст получал сведения о передвижениях противника, готовящихся нападениях на казахи станицы, на разъезды, на какие-то воинские подразделения. И, как правило, он успевал предотвратить или оказать достойное сопротивление во время этих вылазок. Ермолов неоднократно писал царю петиции о том, что от наиболее отличившихся горцев, особенно офицеров, необходимо поощрять всяческими способами, в том числе и земельными наделами и повышением жалования. То есть он всячески хотел привлечь их на сторону России и оставить их на этой стороне, не допустить того, чтобы они ушли в горы, переметнулись к своим единоверцам, и надо сказать, что у него достаточно долго это получалось. И заслуга Ермолова в том, что он хорошо знал обстановку. А почему хорошо знал обстановку? Он не просто сидел в гарнизонах, а он работал с местом населения. Это по истории просто. К нему приходили и горцы, к нему приходили и старейшины, к нему приходили и религиозные деятели. Он со всеми общал и получал от них соответственно информацию. Без тех людей, которым он доверял, а они ему доверяли на какой-то основе, наверное, не было бы успеха у Ермолова на Кавказе, которые он имел. Действительно, какие-то пославления он делал не только для определенной категории людей, а для определенных тех же аулов, там, где жили у него доверенные лица. Давал продовольствие определенную тем людям, которые нуждались в этом вопросе. Это вызывало доверие со стороны горца. И они шли непосредственно напрямую, на контакт, не боясь этого военачальника, который был на Кавказе, поставлен царем. Ермолов попытался и у него получилось перетянуть на свою сторону значительное количество кавказцев и заставить их служить на пользу России, в рядах России. При Ермолове во многом началась горская милиция. Начались какие-то национальные подразделения в составе российской армии и так далее. И это при Ермолове было только начало, но оно уже было успешно и это привело к тому, что на окончательных стадиях Кавказской войны, будем говорить где-то в 850-е годы, может быть вторая половина 840-х годов, кавказцев в русской армии было столько, самих горцев, было столько, что некоторые ученые называют, уже говорят о том, что вот эта война превратилась во многом в гражданскую. Мы военнослужащие Минобороны Российской Федерации, спецбаталон Восток 42-й гвардейской дивизии, дислоцирующего Чеченской Республики. Мы люди, подчиненные Министерства обороны и выполняем приказы. С чеченцами на правом берегу Терека живущими надобно поступать снисходительнейшим образом, ибо неоднократно прежде и теперь в последнее время преданно служили они нам против своих единоверцев и родственников. Начальнику войск на линии предпишу я обучреждение торгов в крепости Грозный и для опыта велю учредить Миновый двор. В спорах и делах чеченцев с подданными российскими надобно делать беспристрастный разбор. Чтобы чеченцы не подвергались несправедливой обиде, надобно позволять им иметь с собой укадия своего селения. Дам я предписание о построении мечети, где богослужения могут отправлять поочередно в торговые дни мулы из деревень, расположенных по левому берегу Сунжи, уже имеющих к нам привычки. Наблюдайте, чтобы никто из подчиненных не позволял себе грубого обхождения с ними, чтобы никто не порочил веры мусульман, не насмехался над ней. Слово российского чиновника должно быть свято. Надобно, чтобы горцы верили он ему более, нежели Алкарану, ибо нарушив обещание единожды, потеряете надолго доверенность всего народа. Если мы проследим все его действия, то можно будет понять, что Ермолов имел некую четкую концепцию. И эта концепция в общем и целом заключалась в долгосрочности прихода России на Кавказ. Когда Ермолов пришел на Кавказ, он провел абсолютно коренные перемены. Он провел очень четкий водораздел между горцами, которые были агрессивны по отношению к России, и горцами, которые были лояльны по отношению к России. И вот этот водораздел значил практически все. Если первый тип горцев он карал очень сильно, то другой тип горцев он не просто не карал, а он приближал его к себе, он создавал максимально льготные, максимально какие-то хорошие условия. И речь идет не о том, что он их просто не карал, а о том, что он посылал их детей учиться в учебные заведения какие-то. Он создавал там некие местные формы самоуправления, которые в определенной степени шли в линии с российскими формами управления. В частности в Кабарде был создан институт суда из князей, из горских князей. Он привозил им некие саженцы новые, которые в частности закупал за свои деньги и так далее. Он развивал торговлю и так далее. То есть водораздел был очень четкий. Либо ты агрессивно относишься к России, и тогда ты должен знать, что твой аул разрушат, что тебя изгонят куда-то в горы, ты можешь погибнуть, твоя семья может погибнуть. Либо ты лоялен по отношению к России, и тогда у тебя будет все. Ермолов был не просто военачальником. И по должности, по сути, по своей. Ермолов был очень грамотным, очень толкован, очень успешным хозяйственником, то, что сейчас называется, организатором, администратором. Он с огромной силой, с большой скоростью начал втягивать вот этот Кавказ, вот эти племена горские в орбиту российской администрации. Это можно начать даже с Грузии, когда он учредил газету. Тогда, в тот момент, газеты были только в двух или в трех городах, и тут, так сказать, в Тифлисе появилась газета. Он практически является основателем курортов Кавказских минеральных вод. Он начал учреждать и строить вот эти источники целебные, которыми мы пользуемся сейчас до сих пор. Он прививал новые методы хозяйства, новые методы агрикультуры и так далее. Он тогда уже понял, что Кавказ нельзя либо убить, либо купить. Вот это принципиально важно, потому что ни до него, ни во многом после него, по крайней мере какой-то период после него военачальники не занимались этим. Известна фраза Ермолова по отношению к Кавказу «Штурм будет стоить дорого, мы поведем осаду». И осада в его понимании она составляла не просто осаду, как осада крепости осажденной, это медленное движение с построением какого-то более-менее цивилизованного общества в российском ключе. Дружба крепкая не сломается, не расклеится от дождей и днём. Друг беде не бросит, лишнего не спросит, ой, что значит настоящий верный друг. Друг беде не бросит, лишнего не спросит, ой, что значит настоящий верный друг. Вот эти шаги, которые предпринял Ермолов, действительно, они привели к тому, что в войне, по сути, наметился коренной перелом. Он не вылился в окончательный перелом, если бы Ермолов остался еще какое-то время. Возможно, что Кавказская война закончилась бы и раньше. И уж по крайней мере, если бы Россия к тому моменту, к моменту 20-х годов, так сказать, имела на Кавказе столько войск, сколько она имела на завершающем этапе, вот в 50-е годы 19-го века, я думаю, эта война могла бы закончиться вообще очень быстро. Положение Ермолова как главнокомандующего, как миротворца, изменилось со смертью Александра I. Это был благодетель Алексея Петровича Ермолова, который помогал ему, ценил его и, в общем, прислушивался к его советам и уважал его военную и государственную политику на Северном Кавказе. С приходом Николая I, нового государя, жизнь Алексея Петровича Ермолова да и жизнь сего Кавказа резко изменилась. Ура! Конституция! Ермолов был еще ведь и антиправительственным человеком. Он был связан с декабристами, он их пригревал. Не исключено, что некоторые декабристы рассматривали его как диктатора будущей России, такого прото-Сталина своего рода. Поэтому вот эта фигура амбивалентная. Да, с одной стороны он уничтожал, как потом делали большевики народы Кавказа и наследники большевиков в постсоветскую эпоху, а с другой стороны он был не исключено, что таким своеобразным бонапартом русских, русской ситуации, потенциальным таким вот диктатором, если бы у декабристов их помонтерный план удался. Царь Николай I подозревал, что в группировке находящейся на Кавказе у Ермолова существует некое тайное общество, но никаких документов, подтверждающих это, тайной жандармерии не обнаружило. Алексей Петрович Ермолов никогда не был членом декабристской организации, другое дело, что в силу его такого конструктивного мышления, в силу его желания личных перемен в государственном строительстве и в положении в армии, в нем декабристы могли увидеть союзника, но таковым он не являлся. Он говорил, что я вообще не понимаю, могут ли быть добрые дела тайными. Он отрицал вообще как таковую тайную деятельность, он привык действовать открыто, открыто участвовать в сражениях и конфликтах, всегда открыто выражал свою точку зрения на положение дела в России. Его не удовлетворяло то, что после походов 1914 года крестьяне и солдаты остались крепостными. Он полагал, что должен воцарить суворовский, кутузовский дух, дух победителей. В тот момент Николай I и Аракчев были сторонниками старого подхода к нашей армии. Шагистика, строжающая дисциплина. И я не знаю, мало кто знает, наверное, что с 1914 года по 1925 было около 20 вооруженных выступлений в армии российской, в разных как бы частях Российской империи. Известна история с Семеновским полком. Даже преображенцы брали в руки оружие. Вы пятно России! Вы преступники перед царем и отечеством, перед Богом! Это что вы затеяли? Что сделали на колени предзаконным государем-императором Николаем Павловичем? На колени, ребята, все! Опасаясь его влияния, его дальнейших побед, дальнейшего увеличения его способности к слову, вообще, к решительности, а Кавказ позволял Алексею Петровичу Ермолову быть независимым. Это как бы было государство в государстве, где он был верховным вождем, способным на поступки казнить-то казнить, миловать-то миловать. Поэтому Алексей Петрович Ермолов был устранен из группировки. Хоть дел великих окончания рукою ты не довершил, но дух твой из глуши изгнанья других победам предводил. Свершить тебе не дали время, но всюду там твои следы. Тобой брошенного семя Россия соберет плоды. Покинув Кавказ, Ермолов вернулся в Орел, а после смерти своего отца перебрался в Москву. Летом он проводил в подмосковной деревушке, где и писал свои знаменитые записки. Позади у генерала оставалось 38 лет безупречной военной службы, а впереди более 30 лет тихой уединенной жизнью. Находясь в тени милости Алексей Петрович внимательно следил за всем, что происходило на Кавказе. Николай Первый пожелал решить все быстро одним мощным ударом. Шло время. Новые кавказские наместники сменяли друг друга, но дела у них шли все хуже и хуже. На Кавказе взошла звезда Шамиля, сумевшего объединить горцев в борьбе против России. Смена командующих Кавказским корпусом и последующие военные неудачи только поднимали авторитет Ермолова в русской армии, для которой он был и остается символом победы. Адъютант бывший Алексей Петрович Ермолова в годы войны 1812 года, будущий декабрист Фан Визин, говорил, что с уходом Ермолова с Кавказа тамошние люди не верили, что он жив. Они полагали, что только смерть может устранить такого победоносного генерала и миротворца с тех позиций, на которых он торжествовал. Они не верили в то, что у такого человека власть могла убрать от дел. Это лишний напоминает нам и помогает осознать в полной мере то достоинство, ту память, которую оставил себе Ермолов на Кавказе среди честных людей, среди умных людей, среди образованных людей. И Казимула говорил о том, что это был единственный генерал, с которым можно было воевать честно и открыто. Надо сказать, что он же был хвостой человек, Алексей Петрович Ермолов, поэтому самые сильные кавказские роды считали за честь заключить с ним Кибин. У него было несколько жен разных кавказских национальностей. У него было три сына. Они носили как светские имена, так и мусульманские имена. Он их воспитал как русских офицеров и судьба их военная была столь же блистательная, как у него. До сих пор в Чечне и в Дагестане люди помнят, что длительное время охранными грамотами для родов, с которыми заключил свои добрые отношения как политические, так и военные Алексей Петрович Ермолов, хранили эти роды чистый лист бумаги, на котором было написано только одно «Не тронь его, Ермолов». А сам Шамиль, когда он был владетелем Северного Кавказа, он приказывал не трогать, не обижать родственников Ермолова по кибинным бракам по этим. И когда Шамиль был доставлен в Москву, в Санкт-Петербург, когда он побывал в российских городах, то перед тем, как начать вот это движение по русским городам и крепостям, его спросили, с кем бы вы хотели увидеться, он сказал с Ермоловым. В память о легендарном генерале будет продолжать жить в русском народе, крепче бронзы и мрамора. Славу ему протрубят непристрастные газеты и реляции. Славу о нем через всю Россию пронесут на своих костылях и деревяшках простые солдаты, ходившие с Алексеем Петровичем и вагоне в воду. За благословением к нему поедут молодые офицеры, отправляющиеся служить на Кавказ. Многие передовые люди России будут искать встречи с ним. Александр Сергеевич Пушкин, находящийся под присмотром властей, не побоится посетить Ермолова, а позже обратится к нему с просьбой быть издателем его записок. После ряда успешных военных операций против горцев, получив свой отпуск, навестит Алексея Петровича и поручик Лермонтов. Пять раз в героя нашего времени, в других произведениях Лермонтова, в очерке «Кавказец», в большом батальном стихотворении «Валерик» Лермонтов упоминает имя Ермолова. Дважды образ Ермолова возникает в произведениях Лермонтова под именем «Генерала». Это стихотворение «Спор» и поэма «Цири». И вот эти семь упоминаний имени Ермолова в произведениях Лермонтова свидетельствуют об интересе Лермонтова к судьбе и личности Алексея Петровича Ермолова. Более того, Лермонтов намеревался создать трилогию и по тем сведениям, которые имеются, Ермолов должен был стать, если не основным, то во всяком случае сквозным персонажем этих произведений. А если спросят вдруг тебя, ну кто бы не спросил, скажи им, что нам идет в грудь, я пулей ранен был. Что умер честно за царя, что плохи наши лекаря, и что родному краю поклон я посылаю. Надо сказать, что Алексей Петрович Ермолов гибель Лермонтова принял глубоко личную потерю. И в отношении убийцы Лермонтова, Мартынова, Ермолов выразился в том смысле, что в его время на Кавказе он знал бы, как поступить с таким человеком. На Кавказе бывают такие дела, говорил Ермолов, что стоит человека послать, и можно засекать на часах, через сколько минут его убьют. Ценой тяжелейшего опыта и потерь русская армия в конечном итоге была вынуждена перейти к Ермолов системе, которая и привела Россию к победе. Чечня и Дагестан были покорены. Это было радостным, долгожданным и утешительным событием для уже пожилого генерала. Завещаю похоронить меня как можно проще. Прошу сделать гроб простой, деревянный по образцу солдатского, выкрашенный желтой краской. Панихиду обо мне отслужить одному священнику. Не хотел бы я ни военных почестей, ни несения за мною орденов, но как это не зависит от меня, то предоставляю на этот счет распорядиться кому следует. Желаю, чтоб меня похоронили в Орле возле моей матери и сестры. Свезли меня туда на простых дрогах без балдахина на паре лошадей. За мною поедут дети, да Николай мой, а через Москву вероятно не откажутся стащить меня старые товарищи, артиллеристы. артиллеристы. На мой взгляд, Ермолов занимает очень высокий ряд таких героев исторического времени нашей российской истории. Но в первую очередь для меня очень важно с годами всматриваясь по мере возможностей в эту личность, все время отыскивать особенные христианские, христианско-православные черты характера, жизнедеятельности, его труда. потому что он был и генерал и воин, но он еще был глубоко просвещенный человек, несущий Христов свет и строящий все свои планы как военный человек, которому приходилось и гражданские решать дела, законодательные. по принципу не навреди, как теперь говорят. Или по слову Господнему, как хочешь, чтобы с тобой поступали люди, так поступай и с ними. И вот это действительно осталось за ним, с ним и отнять этого невозможно. Это не слава Наполеона или Александра Македонского. Нет. Нет. Это, скорее всего, надмирное благородство души и чести такого человека, как Ермолов. Поэтому и враги его бывшие ценили и боялись и почитали, потому что он был справедлив. а справедливость любой народ ценит, будь он тебе друг или будь он тебе враг. Господь и сказал, истина и правда только могут и победить зло. И Ермолов шел, подражая Христу, стараясь быть истинной путем и правдой, правдой Христовой. Алексей Петрович Ермолов умер в 1861 году на 84 году жизни и был похоронен в Орле на Троицком кладбище в особом пределе кладбищенской церкви. Перед его могилой была установлена лампада, сделанная из настоящей чугунной гранаты. Это скромный дар русских солдат, служивших на Гунибе. Именно там, летом 1859 года, незадолго до кончины Ермолова, генерал Борятинский принял капитуляцию Грозного и Мама Шемеля. Новый государь-император Александр II, вступивший на престол после смерти царя Николая, победоносно завершит Кавказскую войну в 1864 году. За особые заслуги перед Отечеством Александр II повелел признать сыновей Ермолова от кибинных кавказских браков потомственными дворянами и его законными детьми. А в 1904 году, по высочайшему повелению государя-императора Николая II, Алексей Петрович Ермолов был определен вечным шефом терского казачьего войска. «По всему Кавказу пронослава ходит, наш дедушка, наш Ермолов на всех страх наводит, наш дедушка, наш Ермолов на всех страх наводит, волос, сидеющая грива, из-под бровей усталый взгляд, прямой осанкой горделиво штрихи портретные хранят. Суровой волей генерала Кавказ смирялся трепеща, и жизнь ущелья из-за имирала, лишь терек пенил сропща. Там память именем Ермолов потомкам обжигает кровь, как будто поступью тяжелой он на предгорье всходит вновь, немедля ставит крепость Грозный и юный Лермонтов в строю. Как будто нам еще не поздно прожить историю свою. Ради Бога, ставьте ему в Орловской губернии памятник, на родине поставьте памятник, то, что говорит. Здесь организуйте в Москве аллею славы воинской, ставьте ему памятник, но привозите на Кавказ ставить памятник, именно Ермолову, не Паскевичу, не Воронцову, не Баратинскому, при котором эта война закончилась, а именно Ермолову это знак, это больше, чем памятник, это знак того, что в российском государстве ничего не изменилось. сейчас Ермолов является все-таки некой пограничной фигурой. Неудобен Ермолов, потому что по сути самим фактом своего существования, самой формой ведения действий на Кавказе, он опровергает ту историю Кавказской войны, которую за последние 15 лет создали представители кавказской элиты, где русские представлены такими жестокими захватчиками, которые вырезают аулы, выжигают аулы и практически не делают больше ничего. Мы видим, что Ермолов действовал совершенно не так. Вырезание аулов тоже было, но это было как метод ответа на агрессивные действия, и оно подкреплялось целым рядом других миролюбивых и таких каких-то хороших действий. Ничего этого нет в той теории истории Кавказской войны, которую сейчас преподают некоторые представители горских элит. Тот факт, что Ермолов очень активно привлекал на службу России самих же кавказцев, он наносит сокрушительный удар, опять же, по той теории Кавказской войны, как она сейчас преподается на Кавказе, когда весь народ, все кавказцы единым строем в мощном порыве противодействовали России. Это было абсолютно не так. И когда начинаешь говорить о том, как это делал Ермолов, естественно, вот эта теория Кавказской войны рассыпается в пух и прах. Этим людям нужно просто снимите свои темные очки, потому что вас научили неправильно и хуже всего быть обманутым. Обманутым в вере, обманутым в истории, обманутым вообще по жизни. Тогда человек становится волком. Надо просветиться. Им нужно заняться историей и проверить. Если правы, и слава Богу, заказывают. А если не правы, пусть покаются и принесут изменения перед памятью, душой и духом Ермолова. Здесь необходимо сказать, что в последние несколько лет, в последние 10-15 лет, ослабев после развала Советской империи, Россия во многом ушла с Кавказа. Россия ушла с Кавказа как некий идеологический авторитет, как некий административный авторитет, как сторона, которая проводит активную какую-то государственническую политику. Если мы проведем параллель, то парадоксальным образом мы увидим, что очень многие ошибки предшественников Ермолова мы повторяем сейчас. Кремль с поражающей близорукостью повторяет ошибки, с которыми генерал Ермолов активно боролся, и который искоренит. Трусливая политика задабривания современных ханов и беков в виде сумасшедших денежных дотаций, всевозможных льгот и привилегий в обмен на показную лояльность и подчиненность, предательское бездействие государственных правоохранительных органов против вседозволенности оборзевших кавказских этносов, дискредитация и бесправие казачества, нищета, забвение и беззащитность русских. Все это привело к трагическим событиям на Манежной площади в Москве в декабре 2010 года. Убийство кавказцами фаната Спартака Егора Свиридова послужило лишь детонатором взрыва народного возмущения. Очевидно, что история Кавказской войны 19 века мало чему научила нынешнюю российскую власть. За спиной кремлевских демократов незримо встает мощная фигура главного покорителя и миротворца Кавказа Алексея Петровича Ермолова. Если федеральные власти предпочитают не замечать Ермолова, не ставить его в ряду великих государственных деятелей, которые смогли упрощить интересы России на Кавказе, то для русских и казачьих жителей Кавказа и как следствие для руководителя этих регионов, Ермолов предстает как человек, который принес Россию на Кавказ, который был успешен. Им нравится его политика, опять же, во всей ее комплексности и так далее. И мы видим это в тех памятниках, которые сейчас ставят Ермолову, не Цицианову, не Лисаневичу, не еще кому-то, так сказать, а вот именно Ермолову. Я наблюдаю вот какую-то уязвленность со стороны русского народа по отношению к Кавказу. На сегодняшний день я бы сказал, вот по отношению, допустим, к той же Чечне, эта вот уязвленность оправдана. Слушайте, воевали, воевали, значит, люди гибли, там убивали, своих подставляли. Ради чего? Ну, получается, что просто зря гибли все, понимаете? И теперь еще вдобавок вот такие вот трансферты туда выплачиваете. Вот это вот уязвленное такое вот ощущение внутреннее, оно вот приводит к Ермолову. Это неизбежно. И они видят свое спасение, значит, они видят вот какое-то утешение в том, что это был Ермолов, он этих чеченов давил, он бы нас защитил, потому что они не видят защиты в этом государстве. Я их понимаю. Но это не означает, что я приветствую то, что они собирают деньги на памятник Ермолову. Дорогие друзья, братья казаки, сегодня в сердце каждого русского человека праздник. Сегодня, открывая памятник, мы отдаем дань великим и мужественным нашим предкам. Мы открываем памятник Алексею Петровичу, вечному шефу терского казачьего войска. Человеку необычайной популярности среди простого народа, человеку уважаемому, мужественному, стало традицией сборов в городе Минеральные воды бойцов из Ермоловского батальона, участвовавших в конкретической операции Чеченской Республики. Они сегодня здесь присутствуют. Это наша гордость. Это люди, которые не по повестке военкомата взяли в руки оружие, а по зову сердца, по зову своей души, по зову предков. Уже имея семьи, имея детей, они помогали чем могли армии и проявили чудеса мужества. Я благодарю всех. С праздником вас, дорогие. Благополучия вам, мира и счастья. Я благодарен всем. И казакам. И просто русским людям, которые проживают по всей нашей матушке России, которые приняли участие. И калининградцы. И Ярославль. Владимир. Это Дон и Кубань. Это Астрахань. Это Уральские регионы Сибири. Это Камчатка. Действительно, более 300 предприятий, организаций, частных лиц со всей Российской Федерацией отозвались на наш призыв поучаствовать в данном проекте. Посему можем сказать, что действительно памятник Гермолову в городе Минеральные воды является памятником всенародным. В наше время это редкое явление. И это действительно показывает, что не просто регионально мы консолидировались вокруг этой идеи, но мы еще и консолидировались вокруг этой идеи и национально, потому что в данном проекте приняли участие. И русские, и армяне, евреи, татары, карачаевцы, другие национальности. Это действительно является олицетворением всего нашего единства, единства всего российского общества. Мы знаем, что в дореволюционные годы во многих кавказских городах улицы были названы именами Муравьева, Воронцова, Борятинского, Вильяминова. Теперь этих названий по понятным причинам не осталось. Ни одного. Кроме тех, которые связаны с именем Ермолова. Появляются памятники Ермолову. Но можно сказать, что это воля истории. Так же, как имена очень немногих наших полководцев, это имена Суворова, Кутузова, точно так же имя Ермолова навсегда останется в памяти нашего народа. С этим поделать ничего невозможно. Таковы были его заслуги, такова была его судьба, его личность. Кавказ. С 16 века мысль о владычестве России на Кавказе стала наследственной в русской истории. В период слабого управления она гасла, но сильная власть всегда делала ее важнейший. Отмечает военный историк 19 века генерал русской армии Ростислав Андреевич Фадеев. Здесь, в чащих чеченских лесов и на раскаленных дагестанских утесах, в молниеносных рукопашных схватках с отчаянно храбрым противником, крепла воля, закалялись характеры, создавались легендарные боевые традиции, вырабатывался глазомер начальников и бесстрашие подчиненных. Вот почему. Нам должна быть бесконечно дорога каждая капля русской крови, пролитая здесь. Должен быть дорог каждый выпущенный здесь патрон. И должна быть священной память всех вождей, командиров и рядовых бойцов, не давших угаснуть русскому духу. Напоминает нам еще один военный историк уже 20-го столетия Антон Антонович Кирсновский. Пусть вечно живет в памяти народный и тот чудо-богатырь, чье имя уже давно вписано золотыми буквами в историю России. Боевой генерал, заложивший прочный фундамент под русское покорение Кавказа. Великий патриот, портрет у которого поэт Жуковский написал «Пред ним, за ним нет пышных титул, не громок он средь гордой знати, но за него усердный глаз молитв непобедимой русской рати». Было время, казаки линию держали, шли с Ермоловым полки по горам седым. Возле те рекореки резвый конь ржали, и кострами бивака растелался дым. Возле те рекореки резвый конь ржали, и кострами бивака растелался дым. Лес за взгорьями шумел тесною листвою, гром орудий не сполкал между грюмых скал. Там солдат пройти сумел, где лишь ветры воют, и погнав изменника все не отпускал. Там солдат пройти сумел, где лишь ветры воют, и погнав изменника все не отпускал. Ты не хмурь, бравей, Кавказ, прибывай в покое, никогда полкам чужим здесь не пировать. Русь отметила не раз царскую рукою Всех, кто воронам кружил, созывая рать. Русь отметила не раз царскую рукою Всех, кто воронам кружил, созывая рать. Крест Кавказский приняла матушка Россия, русской кровью снег вершин не поныне ал. Ты двуглавого Орла не оставь, спаситель, будет всяк пред Богом жив, кто на вране пал. Ты двуглавого Орла не оставь, спаситель, будет всяк пред Богом жив, Кто на врань не пал Было время, казаки линию держали Шли с Ермоловым полки по горам седым Возле терека реки резвый конь ржали И кострами бимака расстелался ты Возле терека реки резвый конь ржали И кострами бимака расстелался ты Редактор субтитров А.Семкин